Символ курицы во сне. К чему он снится? Ну, курица – это домашняя птица. Это, может быть, домашние хлопоты. Это, может быть, то, что связано только с домом. Недальнобидность, например, в этом отношении. Курицы могут мужчин называть кого? Женщину, которая глупая, недалёкая женщина. То есть ты курица. Поэтому есть такое. Под этим стоит именно вот этот символ в этом отношении. Если курица кудахчит, что это может быть? Беременности, может быть, к рождению ребёнка. Потому что она обычно кудахнет, когда снесла яичко. Но яичко может ещё и информацию нести. То есть в какой-то ситуации. То есть нести именно какую-то ситуацию. Может быть такое. Но иногда бывает, что ты русскудахталась, как курица. То есть это может быть какому-то шумной женщине. Если мужчине приснится это, значит, у него беременности вряд ли будет. Скорее всего, что это может быть ссора какая-то небольшая. Или жена будет чем-то доставать его. Поэтому если много кур, это скорее всего придут гости у вас в этом отношении. Если клюёт курица тебя, значит может быть и расставание. Расставание вместе или с любимой женщиной, или с каким-то человеком. Дальше мясо куриное. К чему снится? Болезни. Это конкретно. Мясо, оно всегда болезни куриное. Почему куриное? Это по женской линии. Потому что курица – это женщина. А шкурка куриная? Поэтому шкурка куриная. Сейчас посмотрим. Значит, вот мясо к чему снится? Болезни половых органов в основном. Поэтому это, по-моему, даже где-то я слышала, что это надо проверить. Не буду говорить по этому. Значит, вот здесь приснился сон женщине. Приведу пример. Что она видит, что она сидит за столом, кушает чеснок. А рядом стоят два мужчины и жарят кусочки курицы. Она говорит, я вижу дополнительную комнату, там много-много народу. Она говорит, чеснок такой вкусный, я сижу, ем с таким удовольствием, всё. А на плите, на большом огне, жарятся кусочки курицы. Когда мы посмотрели, я говорю, какая-то профилактика. Чеснок – профилактика идёт. Информация какая-то профилактическая у тебя идёт. Курица – это большая вероятность. Миом, может быть миом, фибром, вот это вот всё идёт по-женски, потому что кусочки идут. Два мужчины. Ситуация или-или может быть. И быстро, на огне. Комната, дополнительная комната, дополнительные какие-то, будем говорить, возможности человек открыл себе. Эта женщина ходила ко мне на занятия. Она много походила, много это самое. И когда мы стали разбирать отцом, она говорит, о, я знаю, у меня у мамы и у папы, они врачи, вернее, у мамы и у бабушки миомы. И они сказали, у тебя будет, у нас по роду это всё передаётся. У неё не будет. Она делает профилактику. Профилактику тем, что она открывает дополнительные возможности. Она, вместо того, чтобы сидеть в доме, она, кстати, сидела дома. Она сидела дома с детьми. Она не работала. Муж позволил мне работать. Она воспитывала детей. И она занималась. Она не только этим, она другим занималась в этом отношении, саморазвитием. Ко мне ходила ещё где-то. Она занималась книги, читала, ролики смотрела. Вот это всё. То есть она была интересной для мужа и всё. Она выстроила прекрасную семью. Но ещё плюс ко всему тому же, она себе сделала профилактику. Чеснок. Профилактику против вот этого. То есть она расширила. Курица – это когда только возле своего носа. Только домашнее. Не раскрывая. Поэтому, когда вы кушаете, например, мясо, это говорит о том, что болезни ваши, куриные, вот именно курица, может быть именно от недальновидности. Расширяйте пространство. А то всё у вас касается только дома и хозяина.